Вот, и как бы я сейчас наладил вот эти нейтральные отношения с моей бывшей женой. Так получилось, что я делал испытания для своей судьбы, у меня ещё не было определённых знаний, вот, и я попытался поменять человека и сделать его счастливым. И, скажем так, много раз прощал обычные измены, предательства, вот, на протяжении восьми лет. Потом под конец понял, что мне нужно найти более верного человека в жизни. Но у нас было двое детей, маленькие вот, семи-восьми лет уже сейчас. И последний раз, когда это произошло, я отпустил эту ситуацию. Я не совсем вас сейчас слышу. Да, я развёлся с женой, отпустил эту ситуацию, и она впала в тамагуну. В такие случаи, когда люди не могут даже думать о деньгах. Вот, и теперь ситуация складывается так, как мне поступаться с детьми. Стоит ли ограничивать? Вы уже нашли себе другую девушку? Да, есть, есть. То есть вы с ней живёте уже? Я готовлюсь к этому поступку, вот, пока у нас вот подготовительный вопрос. Самое лучшее – вернуться к жене назад. Так, да? Да. Потому что вас ждёт то же самое, что вы сделали с ней. Вы мне всё правильно объяснили, вот, с вашей точки зрения. Она жила с вами как могла, потому что у вас очень сильный такой твёрдый характер, и женщине любой будет трудно его, ну, как бы, терпеть. Она как могла терпела, как женщины иногда срываются, они иногда, как бы, в эмоции входят, это естественно. Ну, к сожалению, вот, ваша категоричность, она в отношениях, она вами трудно понимаема, самому вам трудно это понять. И вот сейчас в этих отношениях новых ваша вторая вот эта вот девушка, она даже не станет терпеть ваше поведение. Это всё может очень быстро закончиться. А так как вы природу человека поменять очень сложно, то есть вы всё равно начнёте с ней себя категорично в какой-то момент вести, и она даже не станет разбираться. Она просто точно так же вас бросит, как вы бросили свою жену. Но вы бросили её не сразу, вы долго терпели, пытались всё поменять. Иногда, знаете, иногда не менять надо, а понять просто человек. Вот бывает так, что человеку просто с кем-то трудно. И вот ей было с вами трудно. Если вы это понимаете, то сразу же вам становится легче. А что касается состояния вашей жены, то это естественно для женщины, потому что она была верна вам всё это время. В том-то нет. А? Она не была верна. Не была верна? Восемь раз изменяла. Да. Вот. И последний раз, когда это произошло. Подождите, подождите, я понял. А что, она выпивает что ли? Нет. Нет? Она... А что с ней сейчас происходит? Почему она так переживает? Она впала в сексуальные отношения с большим количеством людей. А, то есть она сейчас гуляет просто что ли? Не просто гуляет. А вот всё, я теперь понял. Она гуляет, да. Печально, конечно. Ну, то есть это так она решает вопрос своей. Вот это... Я просто вижу её состояние. Она сейчас очень... Очень... Отчаяние находится сильным. И она вот это отчаяние заглушает с помощью вот такого вот... Ситуация сложнее, чем я подумал, понял сначала. Там не надо возвращаться к жене. А как поступать с детьми? А? Как поступать с детьми? Стоит ли ограничивать? Ну, вот в этом и сложность вся ситуация, что здесь много неизвестных. Первое неизвестное, что вы не облегчили себе жизнь, разойдясь. Потому что, ну, вот эта новая девушка, у неё очень твёрдый характер. И вам с ней будет очень тяжело, ну, остаться вместе, будем так говорить. То есть вам надо вести себя очень аккуратно. Потому что ошибки любые могут привести к разрыву отношений. Она просится. А? Она просится обратно. Жена просится обратно? Та вот жена. Ну, она может остановиться от своего гуляжа или нет? Думаю, нет. Нет, если она не может остановиться, то как вы будете с ней жить? Я думаю. Это же разрушение себя и так жить. Вы знаете, выход такой. Давайте попробуем сейчас сделать одну вещь. Если Бог поможет нам, то у нас всё получится. Вы ей скажите, что вы не против сохранить семью в том случае, если она перестанет гулять. И дайте ей срок полгода. Она это уже сделала. И что? Тогда всё. Тогда ничего не сделаешь. Вам надо сейчас молиться, чтобы ваши дети не пошли под откос. Потому что они находятся под очень плохим влиянием. Это страшная ситуация. Вот. Не надо молиться, чтобы ваша вторая, следующая семья тоже не была разрушена. Потому что, ну, как бы, тоже есть трудности в этом. В том, что сейчас вы имеете, тоже есть трудности серьёзные. Ну, то есть, вот молитва, наверное, вам поможет как-то. У вас, видно, тяжёлая семейная карма. Но это, похоже, не первая жена ваша. До этого тоже был брак, он тоже был разрушен. Именно так. Ну, что я могу сказать. Бывает и так. Ну, всякое бывает. У человека бывает трудная семейная судьба. Вы хороший, сильный человек. Вам надо просто сейчас молиться за всех сразу. За ваших детей, за вашу бывшую жену, за ваши новые отношения. И если вы будете настойчив в семье, то самый лучший способ вам это или её вразумить, то есть поставить ей условия, или она стабилизирует как-то свою жизнь, выходит замуж, или вы забираете детей, одно из двух. Но если она не пьёт, то, мне кажется, ситуация исправима, потому что если она пьёт или наркотики, тогда уже всё, тут уже ничего не сделаешь. Часто женщины гуляют от того, что им очень тяжело, от несчастья, от страданий внутри. Потому что хоть кто-то рядом есть, и как-то легче, как-то облегчается жизнь. А вы её вот не задавливали психически, что она такое поведение начала к себе вести? Вы знаете, мы жили, скажем так, достаточно счастливо. Я ничего не слышал. Мы жили счастливо, и у нас был достаточный доход. У меня как бы своя организация, она работала со мной. А почему она начала гулять? Она попросилась на работу, я ей позволил уйти, поработать, развивать свою самооценку. И там получилось так, что появилось много свободного времени. А, всё, я понял. Вы её потеряли просто, вы потеряли контроль над ней. Контроль как бы был. Я сразу узнал об этом. Она сейчас хочет сохранить семью, вернуться к вам? Хочет она или нет? Мы были до последнего дня, скажем так, счастливы. Она сейчас хочет вам? Сейчас хочет, но не может остановиться. Она не знает, чего хочет. Она не может понимать, чего хочет. На неё влияют другие люди, и она от них зависима. Она мои лекции слушает, нет? Она слушала ваши лекции. И благодаря вашим лекциям может быть... Марина, а может вы возьмёте как-то, попробуйте эту ситуацию решить. У нас просто есть здесь специалисты. Я считаю, что вам не надо сейчас никаких решений принимать, потому что вы сейчас можете ещё хуже сделать и себе, и ей, обоим. Вот сейчас как раз самое время, чтобы в этой ситуации вмешались старшие. Вот я здесь не буду, а вот здесь есть Марина, она самый лучший специалист на территории СНГ по семейным отношениям. Это моё мнение. Марина Таргакова. Ещё там есть такой... И она здесь на лекции присутствует. Можете сейчас к ней подойти вот сюда вот, вот к выходу. К выходу подойти. Да. И она ваша возьмёт данные и начнёт с вами работать. Хорошо. И вот ещё есть такой минус. Нет, нет, стоп, стоп, стоп. Вы хотите этого или нет? Хочу. Хотите? Тогда подходите и общайтесь с ней. А больше вопросов не надо задавать. Спасибо большое. Нам этого даже достаточно. Подойдите, пожалуйста. Вам надо сейчас помощь, нужна помощь специалистов. Потому что здесь вопрос даже не в вас, а в том, чтобы с вашей женой кто-то начал работать. Её адекватность поняли, на что она способна. Потому что если вы сейчас в следующее отношение раньше времени войдёте, под откос пойдёт очень много чего. Понимаете? И ваша жизнь, и та жизнь. То есть очень тяжёлая ситуация. Это опасно. Ну, нужна помощь какая-то вам со стороны сейчас серьёзная. Я уеду завтра утром, и всё, я не смогу вам помочь. Сегодня какой-то необычный день. Прямо вот так уж сгущаются краски. Сгущаются краски. Ну, давайте, девушка, вот на первом ряду вы, да. Наверное, чтобы Господь хочет от меня, чтобы я приложил больше усилий для того, чтобы мы с вами смогли побеждать судьбу. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Спасибо за возможность задать вопрос. И мы все вот очень благодарны вам. Поближе, да. Мы очень благодарны вам за всё, что вы даёте нам всем людям. Вы сёстры, да, вдвоём? Нет, мы друзья, подруги. А? Подруги. Подруги? Да. Я наблюдаю, как вы вместе слушаете меня, общаетесь. Так? Мы очень рады видеть. Мы вас первый раз видим. Я тоже вас очень рад видеть. Спасибо большое. Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос. Этот вопрос касается наших родителей. Родителей моей и моего мужа. То есть сейчас у них такой сложный период в отношениях. Очень сложный период. Между кем и кем? Между ними. Родителями вас и вашего мужа? Нет, между ними. То есть мать и отец моего мужа. Мать и отец вашего мужа между собой? У них тяжёлые отношения? Да, у них тяжёлые отношения. Да, согласен. На этот период... Женщина категорично себя ведёт, да? Очень категорично. Она такая жёсткий стиль выбрала. Да, да, абсолютно. А он терпит, пытается как-то что-то решить. Да, да. То есть на данный момент мы как-то попытались, можно сказать, ну, это, конечно, жёстко будет сказано, надавить, да, что как бы для нас... Для нас вы должны быть вместе, да. То есть как бы... У вас получилось, они успокоились чуть-чуть? Расковым механизмом к этой гранате. То есть всё прошлое, да. То есть у всех есть в прошлом, я считаю, какие-то... То есть в настоящем всё хорошо... Он её изменил, что ли, или что? Что там произошло? Насколько я поняла, в прошлом это было так, да. И она теперь не может простить? Да. Ну вот надо от этого отталкиваться. То есть она... Просто он должен, видно, раскаяться сильно перед ней как-то, чтобы она это поняла. Но она просто ему не доверяет и мучает, мучает его из-за этого. Она сама не может с этим ничего сделать. Она... Это так ревность действует её, ревность. Просто сейчас всё нормально, то есть... Ближе, ближе микрофончик. Имеем ли мы право сейчас как-то вот повлиять или что-то говорить? Просто я вот из-за этого не могу немножко себя направить. Ей надо, чтобы он... Он нужен, он должен ей доказать, что он её любит. Что он ей верен, что любит её доказать. Ей должна успокоиться сразу. Ну, это мой муж должен или я это, наверное, муж, да? То есть просто ему... Кто должен помочь им, да? Кто должен отцу объяснить, да? Да, потому что... Нет, это не муж, это вы должны объяснить, вы. Он вас лучше послушает. Он с вами хорошее отношение имеет, он вас лучше послушает. Вы и с ней как-то молодец тоже, так нормально, и с ним. У вас хватает силы на обоих. Вам надо, может быть, и с ней поговорить, и с ним поговорить. Вам надо сказать прямо мои слова, из-за чего сейчас всё так плохо. И если она услышит это, она поймёт, что это правда. И тогда вы просто инициируйте их какую-то развязку, чтобы произошло вот это вот объяснение. Это произошло. Потому что она в страхе находится, свою жизнь сейчас. Этот страх внутренний мотивирует такое поведение. Мы тоже в этом страхе из-за этого теперь ходим. Ну и вы из страхи, потому что она верила, видно, в свой муж, а потом он её как-то предал. Вот теперь она не знает, что с этим делать. Уже, наверное, сколько, лет пять, наверное. И вот надо с этим что-то сейчас делать. Спасибо большое, спасибо. Бывает, что ситуация легко решается. Надо понять, там, что за гвоздка какая, где за гвоздка находится. Она в поступке находится, да, в поступке человека. Она не может переварить этот поступок просто. У нас уже полвосьмого, да? К сожалению, я уже не могу на ваши вопросы отвечать. У нас должна начаться лекция. И прежде чем начать лекцию, я хотел бы кое-что вам сказать важное. Кто из вас не слышал о таком человеке никогда, кроме, как вот я сейчас сказал на лекции? Поднимите руку. Марина Таргакова. Кто из вас не слышал никогда? Вот в этом заключается ваша неудача. Потому что, ну, вот вы пришли на мою лекцию, А этот человек здесь столько делает, вот по этой теме, отношений Не только в этом городе, а также и в этой стране. Она на правительственном уровне уже работает В этих вопросах отношений в семье и отношений к себе и так далее. Я вот здесь на три дня всего приехал и уеду. А этот человек имеет очень много последователей. Целая команда психологов по семейным отношениям работает сейчас в этом городе под ее руководством. И они проходят серьезное образование. И вы можете тоже это образование проходить. Как правильно относиться к себе, к людям, к обществу. И я бы хотел, чтобы Марина вот представилась перед вами, Потому что она имеет на это полное право, она здесь живет. И она, ну, как бы, мы с ней уже дружим 20 лет. Она меня сюда пригласила. И я считаю, что вы больше ее должны слушать, а не меня. Потому что я, как здесь залетная птица, приехал, уехал. А она здесь живет, она может лично решать ваши вопросы. Поэтому давайте ее пригласим на сцену. Марина, пожалуйста, расскажите нам, что за проекты у вас здесь есть, какие программы проводятся. Большое спасибо, Олег Геннадьевич. Большое спасибо всем вам за то, что вы пришли. Вы так внимательно слушаете. Чувствуется, что ваши сердца меняются. Лица меняются буквально за эти три дня. Большое вам спасибо за то, что вы такие сердечные люди. Спасибо вам большое. Олег Геннадьевич, он ездит по всем городам и странам. И, понятное дело, что он заинтересован, чтобы... Ну, очень сложно менять. Вот, например, только что говорили, 9 лет слушают, там, много лет слушают. Но очень важно, чтобы объединялись люди в такие коллективы единомышленников, и чтобы они помогали друг другу. Невозможно быть зависим от одного человека, какой бы он гениальный ни был. То есть мы должны сами становиться вот такой опорой и друг другу, и обществу. Именно по этой причине мы открываем повсеместно подобного рода проекты. И Олег Геннадьевич открывает, и вы знаете, Олег Георгиевич Гадетский открывает. Одним словом, очень и очень много сейчас таких проектов. Это клуб «Благость», это клуб «Психология третьего тысячелетия», это школа «Разумная мама» для мам, это школа «Семьи жену-я» для пар семейных и для тех, кто собирается вступать в семейную жизнь. Это родительский университет, те, кто хотят готовиться к встрече детей, и те, которые уже воспитывают детей, и те, у кого есть какие-то сложности, потому что это естественным образом. Вот не зря Олег Геннадьевич говорит, что нас научили инфузориам-туфелькам, чему нас только не научили, а вот как воспитывать ребенка, что ему нужно в три года, что ему нужно в шесть лет, что ему в одиннадцать месяцев нужно. Это совершенно разные задачи, это недостаточно как биологическое рождение для человека. Человек — это настолько удивительное существо, что ему нужно родиться дважды. Биологическое рождение и духовное рождение. Фактически такая трансформация должна внутренняя произойти. Вот. И у нас вся информация есть на сайте разум.кз. Все наши проекты, они осуществляются в группах. И эта группа, это становится, знаете, такой маленькой семьей, духовной семьей, внутри которой вы можете прожить свои какие-то сложности. Не все сложности можно решить в семье. В семью вы должны уже идти обогащенные. Мы счастья от семьи не ждем, мы счастья в семью привносим. И вот подобного рода школы, они это позволяют делать. И я не буду сейчас занимать время, потому что вы все пришли на Олега Геннадьевича. И единственное, что я хочу... Здравствуйте. Я хочу пригласить, у нас в воскресенье будет фестиваль «Планета семьи». Вы знаете, что 15 сентября у нас Международный день семьи. И в парке Горького у нас будет большой фестиваль. В стиле квест. Это будет такая социально-ролевая игра. Очень интересная. И гость фестиваля Владимир Кузьмин, который поддержал этот фестиваль. Он сюда приезжает благотворительно вместе со своей группой. Владимир тоже изучает эти знания. Тоже очень удивительная личность. И я думаю, что старшее поколение особенно любит Владимира Кузьмина. Поднимите руку, кто его знает. Ну вот, то есть мега-звезду не нуждается в представлении. Он поддержал наш фестиваль. И это фактически целый день будет проходить. Но если вы придете где-то к обеду, чтобы вас там и покормят, с вами там пообщаются. Вы пройдете такой очень интересный путь. Вместе с семьей, с детьми приходите. Для детей отдельная программа будет. А потом вечером будет концерт Владимира. Вход свободный. Пожалуйста, приходите. Будем очень счастливы вас видеть. Спасибо большое. Алина, это удивительный человек. Удивительный. Недалеко до ее внутренних качеств. Вот. И я хотел бы, чтобы вы все, ну, вот все вы, чтобы приняли у нее наставление. Потому что вы здесь живете, она тоже здесь живет. Правда, она здесь редко бывает. Она ездит по всему миру точно так же. Но зато у нее здесь есть очень много последователей, которые могут поддержать вас в любой момент. Что касается Володи, то Володя слушает мои лекции. Кузьмин. Вот. И Катя, его жена, она слушает лекции. Марин Таргак. Она тоже здесь присутствует в этом зале. Вот. И поэтому часто вот люди такие известные, они тоже начинают изучать, как правильно жить. И тогда они вдвойне становятся полезными для всех. У Владимира даже есть планы какие-то, песни вот подобные писать, какие-то нравственные. Мы надеемся, что эти планы обязательно у него сбудутся, осуществятся. Я еще раз хочу перед вами извиниться. Девушка вот в белом. Перед вами хочу еще раз извиниться. Да, конечно. Что... Что-то не получилось у нас в общении. Простите. Я тоже не Бог, я могу что-то не понимать. Наверное, ошибся в чем-то. Итак, жизнь, она соткана из побед и поражений. Иногда Господь всех испытывает в нас. Испытания проходят каждый. Наша цель победа над своей судьбой. Мы должны победить. Поэтому мы и собрались здесь, чтобы двигаться к этой победе. И сегодня мы будем более глубокие темы брать, наверное. Поэтому так наша беседа и началась. С каких-то очень глубоких ситуаций. Сразу три этих ситуации вскрылись. Очень глубоких, трагических таких. И даже вот мужчине, допустим, я и не смог даже объяснить, что делать. То есть настолько ситуация сложная, что она требует длительного участия старших в ней. Потому что, с одной стороны, ему тяжело сейчас будет опасно уходить из семьи. С другой стороны, еще опаснее в такой ситуации возвращаться назад. То есть нужно сейчас заморозить эти отношения все. И просто начать работать с вашей супругой. Для целью прояснения, насколько она способна восстановить нормальную семейную жизнь. В принципе, если она способна, это старшие это решат, вам лучше, конечно, вернуться назад. Это самый лучший вариант для вас. А если не способна, тогда что тут уже можно сделать? Жизнь есть жизнь. Итак, мы с вами говорили о том, что все-таки счастье есть в семейной жизни. Оно есть. И я вижу, вот, многих даже людей парами пришли сюда. Вижу, отношения очень глубокие у людей развиваются в результате того, что они работают над собой, слушают лекции. И надо стремиться к этому. Мы должны стремиться. Просто у каждого человека свой определенный объем работы в судьбе. Не каждый человек может сейчас похвастаться тем, что он уже достиг таких глубоких отношений, о которых, допустим, поет Анна Герман. А именно о этом мы должны поставить целью. Именно надо понять, что с каждым человеком, с любым человеком, какой бы он сложный ни был, такие отношения можно установить. Потому что мы сначала с вами говорили, что каждый человек является душой, что мы души. И отношения означают увидеть душу в человеке, почувствовать ее. Если ты не можешь увидеть душу, тогда ты видишь недостатки. И тогда нарушается возможность видеть, слышать, понимать друг друга. Можно недостатки увидеть даже в старшем, и тогда отношения со старшим разрушаются. Ну, то есть, как бы, поймите, что вот это вот отношение — это сложная вещь. И всегда надо иметь героическое внутреннее состояние, чтобы преодолевать вот эти трудности в отношении, чтобы их побеждать. Видите, мне до тебя дотронуться сердцем не трудно. Дотронуться сердцем можно только тогда, когда сердца, между сердцами нет трудностей. А трудности, они возникают, не спрашивая нас об этом. Вот мужчина меня спросил насчет мамы. Он говорит, а почему так вообще произошло? Почему так случилось, что она вдруг раз, так и легла? В чём дело? Оказывается, что судьба, она действует не только вот так последовательно. Вот, допустим, есть два влияния времени. Одно влияние времени, оно постепенно в тонком психическом теле увеличивает количество трудностей. Вот у ребёнка трудностей вообще нет в психическом теле. Он поэтому чувствует счастливость в жизни. Детство — это счастливая пора. Даже если ребёнок болен, он всё равно счастье есть в его глазах. Родители это чувствуют, радуются ему. Ну, то есть через него очень много энергии счастья вот это идёт, через ребёнка. И мы видим, что с возрастом энергии счастья просто так меньше и меньше идёт. И с возрастом человеку всё больше нужно работать над собой, заниматься духовной практикой, чтобы быть счастливым. Всё больше нужно это делать. С возрастом. И так действует время, постепенно увеличивает количество экзаменов в нашей жизни. Но есть ещё циклы, цикличное влияние. Означает, что бывает, что раз — и наваливается тяжёлая судьба на человека. И она наваливается неожиданно всегда. Вроде бы всё было хорошо, потом раз — вот этот какой-то период плохой навалился, и у людей рушатся отношения. Не только на здоровье судьба может навалиться, также на отношения. Всё вроде было хорошо, потом раз — всё тяжелее и тяжелее, как снежный ком наваливается. Зачем так вот эти циклы у судьбы возникают? Зачем? Для того, чтобы мы делали рывки. Рывки духовные, рывки для своей судьбы. Как я уже говорил, что для Бога вот наша спокойная, счастливая жизнь и с точки зрения нашей судьбы имеет мало значения. Мало значения. Почему? Потому что значение имеют вот эти рывки в основном. Поэтому Бог и создаёт нам вот эти вот ситуации, чтобы мы душой крепли. Сначала человеку всегда в этих ситуациях больно, но эта боль рождает желание понять. Всегда человек стремится понять. Заметили, что даже иногда спать человек не может. Мы иногда не можем спать и постоянно думать, что же делать, что же делать, что же делать. Вот это вот состояние, что же делать, желание понять, а потом способность слушать кого-то, какого-то человека, пытаться почувствовать знание, получить знание через него. Это результат страданий прошлых. Мы не просто так обращаемся к кому-то за помощью. Правда ведь? Сначала кажется, что я сам всё понимаю, а потом вдруг неожиданно у меня появляется желание кого-то слушать, изучать, пытаться понять человеку, что он хочет мне донести. Это результат тех страданий, которые мы испытали. Вот эти страдания заставляют нас глубже слушать. Но иногда бывает, что слушать надо ещё глубже, чтобы понять. У меня с моим наставником такое было часто. Он мне что-то говорит, я вообще не понимаю, почему он так мне говорит. А потом я молюсь, и раз, знание приходит в сердце. Это новый плац знания себе открывается. Понимаете? Целый новый плац знания открывается. Поэтому иногда ты этот плац просто не понимаешь. А потом раз, ты прислушался, помолился и понял. Так протекает судьба. Всегда возможность что-то понять приходит через страдания. Нам нужно вот этот период плохой, тяжёлый получить в жизни. Понимаете? И самое важное, надо также знать, что я должен согласиться с этим в своём сердце. Поднимите руку, у кого сейчас очень тяжёлая ситуация в жизни. Вы все должны согласиться с этим. Вы должны все её принять. Ну, то есть, понимаете, дело в том, что само согласие с этой ситуацией означает первый шаг к победе. Вот если бы взять, допустим, судьбу, нарисовать её как дом, домик. И там есть дверь, дверь судьбы есть. Есть первый этаж, допустим, вам надо дойти до девятого. Как вы думаете, что сломое сложное? Первый этаж что-то считает. Это правильно. Потом легче уже. Но ещё сложнее вопрос. Подумайте, что всё-таки самое сложное? Открыть дверь судьбы. Открыть дверь судьбы и войти в неё самое сложное. Запомните, что открывает дверь судьбы тот человек, который становится человеком «да» по отношению к судьбе. Не человеком «нет», а человеком «да». То есть человек «да» — это означает, я согласен с этой судьбой, я согласен с тем, что происходит. Это всё возможно, нормально. я готов это всё принять для того, чтобы было лучше. Я готов принять для того, чтобы было лучше. Вот смотрите, когда два-две страны не согласны друг с другом, что дальше происходит? Несогласие по отношению к судьбе рождает четыре этапа разрушения жизни. Первый этап разрушения жизни называется ну, допустим, можно назвать «я не согласен». Вот как мы не входим в дверь и что дальше происходит? Не входим означает не принимаем. Счастье, что значит счастье? Я принимаю свою судьбу, вхожу в настоящее время. Если я не хочу входить в настоящее время, я не принимаю свою судьбу, ну, тогда дальше четыре этапа последовательные. Первый, я не согласен. Второй этап. Там зло, здесь добро. Вот там зло, здесь добро. Там плохие люди, здесь хорошие. Третий этап. Они не просто плохие люди, они враги. Враги. И четвертый этап, что? Разруха или война. Если между странами, то война. А если в семье, то разруха. Если в здоровье, то неизлечимое заболевание. То есть, всегда, когда мы что-то не принимаем, тогда идут вот эти четыре этапа последовательно. Вопрос только заключается в силе судьбы. Иногда судьба до четвертого этапа не доводит. Только на первом все остается. Просто они лучше, они плохие, мы хорошие. Все остается на этом этапе. Иногда они не просто плохие, а они ну как бы, вернее, они не такие, как мы сначала. Они нас не, мы их не понимаем, они нас не понимают. Потом дальше второй этап, они плохие, а третий этап, они враги. Понимаете? Ну то есть, это везде вот так работает. И как возвращать судьбу? Возвращать судьбу назад надо в молитве. В молитве сначала я чувствую, что они не враги, а просто ну как бы люди не такие хорошие. Потом дальше следующий этап, они не такие, как мы. Потом следующий этап, я принимаю этих людей. Они нормальные люди, у них вот такая жизнь, есть свои ошибки, они в чем-то не правы. я соглашаюсь с ними, что так бывает. Это их объем работы. Они страдают, поэтому так себя ведут. У них есть хорошее что-то. Я принимаю людей. Это значит, вхожу в дверь своей судьбы. Все люди, которые нас окружают, от которых мы страдаем, они связаны с нашей судьбой. И если я не принимаю этих людей, не хочу принять свою жизнь, не хочу простить им, принять их. То есть, я сначала простить же не смогу, сначала надо принять, потому что прощать ты будешь человека, если ты с ним начал вот такие отношения уже. Отношения да, а не отношений нет. Понимаете, ты начинаешь принимать этого человека. Тогда в этом случае ты сможешь дойти до девятого этажа, девятиэтажного дома. Отношений с этим человеком в своей судьбе, отношений с этим человеком. Часто бывает так, что никаких сил нет принять вообще. Кажется, что это невозможно. и именно так всегда и бывает. Меня спросили недавно на лекции, говорят, Олег Геннадьевич, вы все время судьбу с грязной кухней сравниваете. Говорит, ее надо мыть, мыть. Но вот какая-то есть разница между грязной кухней и судьбой. Говорит, разница у меня ощутимая. Я вот читаю, что кухню можно вымыть по-любому, а в судьбе иногда такое ощущение, что это невозможно просто. Вот я объяснил, говорю, да, вот такая разница между кухней и грязной судьбой. Грязная кухня, она и вот эти предметы грязные все, кастрюли, тарелки, они просто грязные. Они не излучают никакого влияния. А в судьбе вся грязь, она знаете, что делает? Каждая кастрюля судьбы, каждая тарелка к судьбе говорит мне в сердце, ты меня никогда вымыть не сможешь. Это невозможно меня вымыть, она говорит. Вот в этом заключается разница между грязной кухней и судьбой. И знаете, чем отличает человек, который кухню моет, от человека, который моет свое сердце в судьбе? Знаете, в чем разница? Человек, который моет сердце, настолько смелый, что он не слушает эти кастрюли. Он не слушает кастрюли своего сердца. Даже чувствуя, что он не сможет вымыть, он все равно моет. Спасибо большое. Это сегодня у меня такая судьба, я хотел пить и не было воды. Потом судьба смилостивилась, я стал хорошим человеком, начал вести себя послушно и мне принесли воду. Спасибо. Итак, причем интересно, интересно, вот вы заметили, что мы с вами общаемся, я специально инициирую побольше отношений, общения с людьми, чтобы вы заметили и поняли, что везде одно и то же. Везде люди должны услышать одно и то же. Я говорю, что надо просто молиться, сначала успокаиваться в сердце, потом побеждать ситуацию в отношении, потом ситуация вообще пройдет три круга жизни, я всем об этом рассказываю, но каждый человек думает, что в его случае это не сработает и поэтому задает мне личный вопрос. Согласны, да, что вот так происходит все? Каждый человек думает, что в его случае это не сработает. Почему? Потому что кастрюли его судьбы постоянно ему шепчут на ухо безнадежный случай, в твоем случае безнадежный. Они помогают так думать, кастрюли судьбы. И кто такой победитель своей судьбы? Это человек, который смело идет вперед в решении вопросов своей судьбы. Он не слушает кастрюли. Я вам уже рассказывал, что я иду извиняться перед своей женой, даже если я не считаю себя виноватым. А вот это вот как раз мысль, ты не виноват, ты не виноват, ты прав. Это и есть кастрюли судьбы. Они как раз и разрушают отношения, потому что у каждого человека такая кастрюля судьбы есть, которая обязательно говорит ему, ты прав, ты прав, не извиняйся. И кто такой смелый человек? Смелый человек по отношению к своей судьбе, это человек, который смело идет и говорит, я могу быть неправым. Он идет и просто вступает в этот бой со своей землей, со своей судьбой, вступает в бой и побеждает. Почему он побеждает? Потому что он имеет на то полномочия. Полномочия находятся в отношении с Богом. Ни один человек своими силами не может стать человеком по отношению к своей судьбе. Ни один человек не может пойти навстречу своей судьбе и решить вопрос. Потому что для этого нужно иметь силы души. У нас обычно сил души очень мало в нашей жизни. Мало. Но если вы будете пользоваться тем методом, это один из методов, я вам предложил один из методов. Есть много разных методов. Все они означают одно, контакт с Богом. Кто-то молитву читает в группе людей каких-то вместе со всеми, читает молитву. Кто-то развивает духовное общение в группах с людьми. Всегда, когда человек один сам по себе, он не может победить судьбу, ему нужен контакт с людьми.